Сегодня 19 ноября 2020 года. Одно из знаменательнейших мест Москвы. Температура на улице плюс-минус ноль последние четыре дня. То есть зима некоторые права на себя берет. Или, как это иногда говорят, вступает в свои права. Райфайзен немецкий. В общем, это Калужская площадь, хотя вроде как ее логично было бы назвать Октябрьской, потому что вот это метро Октябрьская кольцевая. Там метро Октябрьская оранжевая. И там же посольство Франции, которое по последним событиям чуть более стало проникать в сводки. Ну, правда, это опять уже забылось. Вот если вот чуть-чуть вот туда посмотреть, так не видно, но там будет Сити, там парк Горького. Он же как бы центральный, но все-таки центральный парк Горького, наверное, везде такой есть. Что можно отметить? Ленинский проспект отсюда начинается. Там больничка какая-то. И вот она, большая Якиманка. Вот она с этого кольца. Садовый. Вот проходит в сторону Кремля. То есть это еще и сам район Якиманка, а вот в ту сторону через некоторое время там за Москворечья. Все это, естественно, два центральных района Москвы. То есть районы в составе центрального административного округа. Этих районов всего 10. Там Добрынинская, Таганская, здесь Октябрьская. Туда идет у нас парк Культуры. Еще дальше. Уже если от парка Культуры по Красной идти, то это Кропоткинский храм Христа. Вот я в ту сторону показываю. Хотя здесь вот тоже есть свой храмчик, но не такого размера. Вот такая обстановка. Дело в том, что сейчас 4.30, но наступают те самые два месяца, которые самые темные в России. Ну, Россия как бы-то северная часть, поэтому в 4.30 здесь вот так вот темно уже. То есть это конец ноября, весь декабрь. Ну, я бы сказал весь январь. Самое темное время. В 4.30 на улице уже темно. Итак, мы идем на метро Октябрьскую Оранжевую. Я решил просто показать текущую обстановку. В Москве, и далеко не во всех городах так, есть такое понятие как месиво. То есть это лужи, которые и никуда не вылились, не слились, и в то же время не замерзли. И ты, получается, не можешь их никак перескочить. Это такая забава. То есть это нужно их либо очень долго обходить, либо немножечко погрязнуть в этих лужах. Все, друзья, пока.